Привет, мир! С вами Плэйбу Атомный и игрушка Else Heartbreak. Случайно ходил, зашел в какой-то тупик и нашел дискетки. Значит, здесь я слежу за чуваками из министерства, и я думаю о чем-то. Вот что я изучил. Все компьютеры и безумные машины в городе, я не видел ни одной безумной машины, подсоединены к министерству. Мои тесты и анализ показали различные сообщения, спрятанные в звуках, которые они создают. Некоторые, которые я собрал и проэксперимент, проэксперимент, электрисити 1, электрисити 2. Этот очень злой, кстати, электрисити 2, звук очень злой. Гвардиан, охранники звука. Гвардиан, the you know what. Ага, это охранник сети. Звук какой-то. Компьютерные звуки 4. Не могу понять этот. Гром. Атмосфера 1. Не знаю, звук ли это, работа ли это министерство. Атмосфера 2. В общем, ты можешь запустить их на объекте, который проигрывает звуки, и ты можешь его взломать. Только помни, возможно, они изменили тон объекта, ну, звука самого по себе. Ага, вот функцию play sound, название саунда. И поменять звучание. Это нам понадобится шарманка, которую находил. Я понял, шарманку, значит. Нужно найти. И на шарманке проиграть этот звук. Понял. А DigiTrash 70, небольшая поправочка. Кто-то я думал, что-то я неправильно сделал. Здесь через черточку все вот так вот делается. Значит, своя коллекция звуков уже есть. Можно добавлять ее к системе. Кстати, я подумал, что на каждую запущенную программу будет свой собственный звук. Не просто стандартный звук меню выбора, как сейчас работает. А каждая запущенная программа будет иметь свой собственный звук. Я думаю, это правильно. Так, отлично. Все. Теперь, значит, DigiTrash вот еще есть 54-й. Что у нас на 54-м? Что насчет молодости? Что насчет завтра? Что насчет мира? Это наша глубочайшая печаль. Что насчет деревьев? И насчет пустого сердца. Что насчет ощущений? Которые тяжело, за которыми тяжело следить. Ну, если по-английски это будет... Вот так вот. То есть, здесь есть рифма. Хороший стишок. Смысл мне снова не нравится, но рифма хорошая. Так, это 54-й, правильно? У меня, по-моему, 54-го-то и нету. Да, у меня на 53-м заканчивается, правильно? 54-й. Всю ночь я сидел здесь, читал эти стихи и прочее, и прочее. Так, давай. 54-й. Причем, случайно нашел в каком-то непонятном углу. Так, нужно смотреть. Это 17-й. 33-й. 60-й. Выше 58-й. Ловен Брау. Кстати, у нас есть какой-то Ловен Брау. Нужно будет туда сейчас телепортироваться и смотреть, что это такое. Так, 53-й вот здесь, 54. Else Hard Break. Опа. А у нас есть в 53-м-то, нет сомнения, код с названием собственной игры. Это не просто так. Я уверен. Значит, 54-е. Риджи Трэш. Запишу. Надо будет их разделить на те, которые не имеют никакой пользы. То есть дискетки с информацией, которая, ну, типа, фигня. И с информацией, которая полезна. Потому что тут они разные. Есть действительно бесполезная всякая хрень. А есть и полезная. Так, это я зашел вот в какой-то такой уголок. Тут, кстати, еще есть у нас непонятный... Этот, а чего не зайти сюда? Булочка какая-то. Я еще хочу одну идею проверить. Владимир Киряков предложил. Пока в своих видео он не проверил. Я думаю, те, которые он предзаписал, проверил. Уже. Но еще я не знаю, какой результат. Я сам тоже хочу подсоединиться к мусорке и посмотреть на результат. Ты кто такой? Дориан. Ага. Здесь живет поэт. То есть он живет в контейнере. Печалька. Печалька. А вот у нас дискетка со стихами. Посмотрим. Розы мертвы. Violets are violets. Это я не знаю, как эти цветы перевести до знак вопроса. Чудесные стихи, конечно. На самом деле фигня. Так. Просмотрщик изображений. Ух ты. Ну. Подожди, подожди, подожди. Что у нас? Это диджит. А можно просматривать изображение? Даже так? Клево. Floppy Data Reader. Мне он не нужен. Мне нужен. А я взял или я выбросил? Music Token 9 у меня. Music Token 6. По-моему, я выбросил. Ммм. Ну что, придется Music Token 9 взять. Нет, не этот. Пока сохраню вот. Давай. Как это? Не могу подойти. Взламывай компьютер. Подойди сюда. Отлично. Просмотрщик изображений. Этого компьютера у меня еще не было. Очень интересно. Недостаточно даты. Что-то он там пишет. Недостаточно информации. Так. Music Token 9. Давай здесь Image Viewer. Такого у меня еще не. Image Viewer. Не до конца дописал, но ничего будет так. Пускай. Этого кода у меня не было. Хорошо, что я сюда зашел. Мне нравится. На самом деле, дискетку с этими я хочу забрать. Со стихами. О, тут даже третья со стихами. Это уже на шведском, походу. Хар и Анира. Да, это уже на шведском. Кстати, у дискеток есть. Взять. Remove all. Убрать все. Append. Type. Round. Округлить. Int. Mod. То есть у них есть свои собственные какие-то действия. Компьютер без монитора. Что у нас есть? Ага. Подсчитывает Чусла Фибоничи. Их нигде нету. В самой игре. Если бы я разрабатывал игру или переделывал бы ее, я бы сделал бы совсем другой подход. Взять пивко. А какой именно подход, да? Я бы... Копировал это сюда. Я бы сделал бы такую штуку, что в начале у нас начинается... ПОВУ3 номер. Это у нас, по-моему, 0. И третья есть. Вот так вот. Значит, это... Вот так вот. Пи... Ноль. Все. И Пи3. Хочу забрать эту дискетку. Вообще-то она не очень-то нужна. И никакой пользы от нее нету. Но в конце концов. Собираем же всю информацию, правильно? Которая есть. Два сюда. Пи3. А, это ПОВУ3.1. Поправочка. Давай. Поправлю здесь. Пиджаб. То есть, возвращаясь к тому, как бы я делал. Во-первых, первая часть игры, которая была бы не связана с программированием, каждый раз имела бы задание, связанное с работой с компьютерами. То есть, я бы первую часть превратил в то, что игрок ходит, взаимодействует с различными компьютерами. И получается, как пользователь этих компьютеров, как, собственно, взломы какие-то делать, или какие-то вот такие штуки, без, собственно, хакинга еще. То есть, это как продвинутый пользователь. Увидеть разные типы компьютеров, получить задания по взаимодействию с этими различными компьютерами. Вот так вот. А потом, когда он уже начал хаки, взломы, все эти, чтобы шли задания по взлому. Вот, допустим, он встретил Хэнка. Хэнк выдает задание, например, починить фонтан. Потом сделать что-нибудь с освещением, поправить какую-то дверь. То есть, ты работаешь с Хэнком, помогаешь ему что-то делать в гостинице девочка. И каждый раз можешь взять задание, там делать с программированием. Пойдешь в сады, там поможешь второму Фибу тоже что-то делать. И таким образом, где каждый момент времени, чтобы каждые 10 минут, скажем, 30 минут, получать какое-то задание и программировать. Потому что в этой игре, несмотря на все ее возможности, есть провисание с сюжетом и есть провисание с заданиями. Это больше как песочница, в которой вот бери и делай, что знаешь. То есть, если ты не знаешь, что делать в этой песочнице, то будет скучно. А если знаешь, что делать, ну, тогда бери и делай. Так, мистический куб, экстрактор, булочка. Черепашку я никуда не отдам, никому не отдам никогда. Спаркмануал у меня. А зачем мне Спаркмануал 0? Министридата. Веллспрингсода. У меня две штучки. Ну, я одну оставлю, значит, тут. Давай, оставляем. Это подарок. Поэту. Казино что? Вот, все. Это подарок за стихи. Спасибо, Дориану, за хорошие стихи. И таким образом, игрок будет знать, у кого брать задания. Регулярно сможет взять задания у разных персонажей и выполнять их. Это гораздо интереснее, чем то, что есть сейчас. И различные коды писать вот именно по заданиям. То есть, наполниться действием уже будет иметь хоть смысл. Вот это вся работа. Вот это вся деятельность активная. И вот состояние, когда... Так, это аркада. А, мне нужно именно чисто взять и перейти через мостик. Вот и все. То есть, я неправильно ходил в непонятные стороны. И это интереснее. И если бы вдруг разработчик таки дал бы, открыл кодер, показал бы, как что делать, изменять в игре, то я бы стал бы изменять именно в этом направлении. Начиналось бы все приблизительно так же. То есть, ты получаешь работу, отправляешься из дому в город, здесь поселяешься в гостинице. Но я бы добавил бы приключения, связанные с корпорацией «Хорошая весна». То есть, что ты действительно ходишь, ты общаешься с людьми, продаешь им эту колу. Кто-то хочет брать, кто-то не хочет брать. Регистрируешь эти продажи. Можешь, например, взломать автоматы и сделать, чтобы через автоматы продавалась эта кола забирать. Можешь сделать там, допустим, какой-то рекламный плакат взломать и там эту колу порекламировать. И тогда к тебе будут приходить уже. То есть, вот такие различные задания. И это интереснее. А получается, здесь есть набор команд, есть набор механик, который крутой, интересный. Но нету заданий, нету именно идей для игрока предлагать. Развлекай себя сам. Вот я придумал себе операционную систему писать. Владимир сделал хакерскую операционную систему. Много другого повзломал. Но все это придумываем мы сами. Мы сами придумываем. А что такого бы, крутого бы выцепить теперь, сделать? Это не игра предлагает. И вот в этом печалька-то. В этом печалька. Что теперь делать? Так, на самом-то деле нужно почистить, наверное, немного свой инвертарь. Подобрать. Подобрать. Давай вот этот suitcase. Close back. Открою suitcase. Значит, да, здесь у меня всякие дискеты идут. Блин, мне бы еще один этот самый чемоданчик. Потому что сюда-то закрываю. Hospital. Это медицинский получается, да? Давай положим. Что я хочу сделать? Я хочу сделать, взять чемоданчик, где положу различные вещи. Которые я пользуюсь достаточно редко. Но вдруг они могут пригодиться где-то по ходу прохождения. Вот, допустим, сигарета, да? Она мне, ну, не нужна, как такова эта сигарета. Не могу их положить, эту сигарету. Есть. Там точно так же жесткий диск. Кстати, жесткий диск-то можно выложить возле компьютера. Владимир уже показывал. Этот жесткий диск можно к нему подсоединяться. И смотреть, какие на нем эти самые информации хранятся. Я пока это делать не буду. Все, жесткий диск. Положил здесь сигарета. Что еще у нас есть? Разная выпивка. Наркотики. Дата из министерства. Пивасик. Давай положим здесь пивасик. Такое, знаете, сейчас серия прямо по сортировочке всяких вещей. Посмотреть. Путдаун. Ложу. Открываю еще. Кстати, если вам хочется посмотреть и побыстрее, вот, вы можете ставить ускорение. Блин, что я делаю? Зачем я это сделал? Ну, надпитое бухло, да? Чудесно. Мега кофе. Сейчас, пожалуйста, выпью. Да-да-да, я не могу с кем-то соединиться. С черепашкой. Потому что черепашка лежит у меня в инверторе. Соответственно, как я могу соединиться с черепашкой? По-моему, если... Нет, я не могу обращаться к переменной, которая не создана. Ага, и там Урбан вообще я соединился к Урбану. Человеку подсоединиться вот так нельзя и задать команду. Лого. Черепашка по имени Лого. Есть что еще. Карта нужна. Я еще хочу сделать, когда понять, как графикой работать, карту. То есть у нас есть типа как операционная система, которая подсказывает, где мы находимся и как куда-то пройти. Но она неудобно работает. А чтобы сделать, например... Так. Смол хак деф. Нет. Это карту упрощенную. Вот, допустим, взять. Сейчас открою карту. Посмотреть на нее. А вот смотрите. То есть каким образом я хочу сделать карту. У нас будут просто квадратики. Вот первый квадратик. Второй квадратик. Здесь вот третий квадратик. Четвертый. Пятый. Не вот такие какие-то суперсложные формы. А просто квадратики, расположенные в некотором последовательности. У каждого квадратика свое название. И система должна показывать, где мы находимся. В каком квадратики, как он называется. И куда мы хочем пройти. То есть прочертить. Ну, типа маршрута может быть. Или хотя бы просто сообщить, как перейти. Из какого квадратика в какой. Вот сюда, вот сюда, вот сюда пройти. Вот таким образом я хочу сделать. Потому что, конечно, было бы классно, чтобы вот эту карту на компьютере отображала в каком-то. Но, к сожалению, так нельзя. Так. Пустой ключ нужен. Small Hack Dev. PlayStation, DigiTrash, MusicToken 9. MusicToken 6 подобрать нужно мне. Аджип дневничок. Там какая-то сода. Донзировочка. Все такое. Звуки нужно будет сейчас прослушивать. А для этого я предлагаю... Вот у меня есть MusicToken 4. Что на нем записано? Голод. Здесь записан какой-то голод. Хангер. А... Четвертый у меня есть. 9, 9, 9, 10. MusicToken 9. Рид. Опять же, четверка, как и нет. Давай вот так. Четыре, пожалуйста. Четыре, десять. Действительно. Здесь пятое. Вот так вот копирую. Вставляю сюда четвертый. Что я поставлю, да? И можно тут токен уже спрятать. А вот эту верхнюю вырезаю. Потому что это вообще не сюда нужно. Это в MusicToken вот другой. ImageViewer. Ctrl-C, удаляю. Даже не сюда. У меня есть Ajib. Так вот. Это точно нужно вставить вот сюда, как отдельную. Конец навигатора. Вот здесь вот ImageViewer. Сразу его нужно в DisplayData asImage. Значит, здесь конец функции надо. Сразу. F and DisplayData. DisplayData. Но вот у него отображает картинки, но фактически не встречал ни один этот самый, где бы действительно отображалась информация. Ну, то есть, не на дискетку. Здесь Image, пожалуйста. Image. Вот так вот. ImageViewer. Так, так. Дисплей. ClearText. А значит, давай здесь сразу создам функцию void. Image. Image. Вот так вот. Очищает текст, отображает графику. Значит, здесь еще проигрывает звук. Перед этим. Play. Sound. Какой-нибудь. Пока это закомментирую. Вот. PlaySound. Все. Просмотрщик изображения. Дата на дискетке. Пожалуйста, вставьте дискетку. Здесь вот. И в конце. End. Конец. F. V. M.G. Есть. Четвертый MusicToken подбираю. Suitcase, пожалуйста. Putdown. Ставлю его. Где у нас MusicToken 4? И сейчас отойти. Давай вложить. Ну, ну, ну. Suitcase. А чего нельзя? Ага, вот так вот. Suit. Да, вставить. Отлично. Чуть-чуть меньше уже занимает место. Это хорошо. Вот если вот этот, например, взять и посмотреть, что у него внутри. У него вот куча разного хлама. Кейрум 1. Водичка вот. Кофе. Телефон. Отвертка. DigiTrash 15. А почему он здесь находится? Все взял. Открываю. Пожалуйста. Где-де-де-де? Suitcase. Сложил здесь, поставил. DigiTrash 15, пожалуйста, мне. Что на нем за информация? Ага. Порты доступны с помощью отвертки. Интернет, аркада, флоппи, мемори, память и двери. Ну, давайте попробуем это сделать. Давай сюда поставим. Отлично. Забираю. Возьму сейчас отвертку. Открываю. Где у меня? Открыт. Сигарета здесь. Кейрум. Булочка. Наркотик. Кофе. Вода. Телефон. А, наверное, сюда я и послаживаю сейчас все эти. Давай. Close back. Put down. Ставлю. Скрудайвер. Беру Wellspring Soda. Давай сюда положили. Кофе 999. Очень хороший кофе. Сюда, пожалуйста, сложить. Значит. Пивко. Ну, на самом деле, я это пивко выброшу и найду куда-то другое пивко. Потому что оно уже надпито. Давать кому-то надпитое пивко, это, не знаю, неуважительно, наверное. Так, багет беру. Тоже положу вот туда. Вот этот чемоданчик. Есть. Жесткий диск. С собой носить, что ли? Или пускай здесь лежит. Ну, если часа. Давай здесь он будет лежать. Наркотики. Снас у меня, по-моему, уже есть. Один. Поэтому, кстати, здесь обычный снас или необычный. Думает посмотреть. Маленький буст. Ну, давай сюда просто положу. Пивко. Есть. Сюда сложить пивко. Где-то еще вода была. Вода, по-моему, там и лежит. Значит, стихии. А джип. Вот это нужно забрать. Это же моя операционная система будет. Радио можно туда, по-моему, запихнуть. С собой носить. Модификаторы пусть здесь находятся. Что это? Булочка. Ну, у меня булочка с собой. Правильно? Сияющая булочка должна быть. Да. А, значит, мистический куб. Он проигрывает звук и суть. Вот здесь можно сейчас потестировать все звуки. Что, будем тестировать? Для этого нужно куда-то-то переписать. Так. Министре дата. Нет-нет-нет. Не Spark Manual. Music Token 9. Нет, не Music Token. Digi Trash. У меня, по-моему. Digi Trash 0. Вот здесь вот звуки лежали. Давай сейчас я их положу. Где-то в конце пошли звуки все. Вот. Погнали звуки. Электричество. То-то-то. Blackbird. Power Up. Пошли различные. Провалы модемы. Не-не-нет. Это сволочи какие-то. Вот. То есть 68-го. Хорошо. Digi Trash 0. Куда его записать? В дневник, что ли? Лаймер Флоппи. Давай пока в стихи. В стихи пока. И недалеко, а вот тут вот сверху. Я удалю весь текст, оставлю только сами названия звуков. Пиджаб. Значит, D3 68. Вот такие есть звуки. Модем 1. Модем 2. Модем 3. Комплиты есть. Фейлы есть. Я даже сокращу немножко. Я сделаю вот так. Модем 1-3. Все звуки. Комплит 1-2. И фейлы 1-2. И фейлы 1-2. Ой, блин. 2. Все. Набор звуков. Аркадом Music есть. Вот такой вот звук. О, сохраню. И вот такие у нас есть звуки. Блипы. 1-3. Монетки. 1-4. Но почему-то вот эти не отображают именно. Как они. Прыжок. Фонари не играют. Лейзер 1-2. Все. Ошибочка есть. Error. Есть предупреждение. Warning. Отлично. Это вот так вот. Explosion. Взрывы. 1-2. Попадание. 1-3. Улучшение. С первого по пятый. Отлично. Выстрелы. Есть три выстрела. Все. Digit Trash 670. Самые лучшие звуки под конец. Blackbird 1-5. Ну просто поймаете. Так просматривать будет быстрее и легче. И 71. Это министерство. Значит я сохраню эти звуки. И сохраню подсказочку о том, что нужно менять их частоту. Электричество. Компьютер саунды. Атмосфера 1-2. Типа это вообще министерство создало или нет. Да и тут подсказки. Все. Поехали значит. Аркады. Что там? Music Arcada или как она называлась? А ну да. Я вам же говорил, что я не буду проигрывать все эти звуки. А покажу уже потом в конце. Типа что из них получилось. А беру я вот этот чемоданчик. Буду носить его с собой значит. Он конечно не очень удобно называется. Но зато в нем есть все, что мне нужно уникальное. Поэтому вот так вот. Остальное все вот здесь. Хорошо. Булочка. Мистический куб. А давай все-таки положу его еще. Вот так вот. И сложу еще некоторые вот мис... Нет. Music и токены мне пока не нужны. Мистический куб, например. Я положу сюда. Отлично. Руководство не нужно. Пустой ключ не нужен. Экстрактор нет. Лого. PlayStation нет. Кофе. Ну все. Все остальные мне нужны. Вот так вот. Нормально. Взял с собой. По операционной системе. Наверное дальше нужно будет сейчас ее дорабатывать. Я попробую сделать аркаду на основе вот этой операционной системы. Так я наверное сейчас и поступлю. Ну а на этом все. Только революция, только победа. И до следующего эпизода.